Здравствуйте, дорогие друзья, у нас 30 июня с вами 2020 года, МАК-ТВ, час дня, прямая трансляция. Начнем с Глеба Богатского, с новостей, что пишет пресса сегодня, пожалуйста. Всем добрый день, сейчас за пять минут докажем, что мы действительно в матрице. Гардиан, в Индии заблокировали 58 китайских мобильных приложений, в том числе видео-соцсеть ТикТок. В Индии 200 миллионов пользователей ТикТока, это самое загружаемое приложение. Сегодня это основа массовой культуры в Индии, и вот оно заблокировано. Бан объясняется угрозой суверенитету и безопасности Индии. Якобы приложение крало и тайно передавало данные пользователей на серверы за пределами Индии. Эти и другие санкции против всего китайского последовали после столкновения в Гималаях. Первое столкновение две недели назад уже стало самым существенным конфликтом между Индией и Китаем за последние 60 лет. Обе стороны пообещали перейти к деэскалации, но последние спутниковые кадры показывают, что Китай укрепляет свое присутствие, перебрасывая в район Ладакх тысячи солдат с артиллерией и строя укрепления на спорных территориях. На прошедших выходных 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими войсками вдоль спорной гималайской границы. Кроме блокировки приложений, все чаще звучат призывы к бойкоту китайских товаров и инвестиций. Китай сокращает рождаемость среди уйгуров и других нацменьшинств в целях контроля роста мусульманского населения. Последние 4 года в западном регионе Синцян проходит то, что некоторые эксперты называют демографическим геноцидом. Женщин из числа нацменьшинств регулярно проверяют на беременность и проводят сотни тысяч абортов и стерилизаций в год за превышение лимита в двух детей. Если в семье появляется третий ребенок, она либо платит гигантский штраф, либо родители могут быть интернированы в лагере. Полиция периодически проводит обыски в домах уйгуров по подозрению в сокрытии лишних детей. Известны случаи, когда отца отправляют в лагерь, а мать все равно штрафуют за своих детей. За троих детей. Рождаемость в регионе упала за прошедший год на четверть против 4% по стране. А вот луизианцы абортом только рады. Гардиан. Верховный суд штата отменил закон об ограничении доступа к абортам, постановив, что штат пытался ограничить аборты в нарушении Конституции США. Это решение принято против генеральной линии Дональда Трампа, который специально поддерживает консервативных судей, выступающих против абортов. Для президента это очередной удар в поддых. Весной 8 штатов пытались законодательно ограничить аборты. Многие южные и среднезападные штаты продолжают борьбу с абортами вне законодательства. Например, закрывают больницы, где можно сделать аборт под предлогом безопасности. В Луизиане чуть не закрыли все больницы, что увеличило бы среднее расстояние до ближайшего абортария более трех раз. Это непропорционально сильно сказалось бы на цветных женщинах с низким доходом, а их две трети среди пациенток. Возможно, это и заставило власти одуматься. Институт репродуктивного здоровья Гутмахера выпустил сообщение о важной победе в продолжающейся борьбе за аборт для всех. Встречайте, новый свиной грипп. South China Morning Post. Исследователи утверждают, что обнаруженный в Китае новый свиной грипп обладает пандемическим потенциалом. Генетически он произошел от штамма H1N1, с точки зрения которого была в 2009 году. С зараженными свиньями могли контактировать 10% свиноводов, а общий охват потенциального заражения 4,4% населения Китая. По словам ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний, в нем содержатся все основные признаки высокой степени заразности. Africa News. Куба прислала в Гвинею-Бессау бригаду из 21 медика для борьбы с COVID-19. Еще одна делегация направляется в Гвинею-Конакрии, где кубинцы уже помогали бороться с Эболой в 2014-2016 годах. По свидетельству министра здравоохранения, Куба помогает нам с момента борьбы за нашу независимость и по сей день. Мы не должны удивляться, что Республика Куба направляет медицинскую группу, чтобы помочь нам в борьбе с пандемией COVID-19. Для справки, после начала пандемии почти 3000 кубинских медиков были направлены в 28 стран, в том числе ЮАР, Андорру, Мексику, Гондурас, Венесуэлу, Гаити, Ямайку, Италию и Катар. Инфекция пока медленно распространяется в Африке. Это благодаря небольшому среднему возрасту, подвижному образу жизни и отсутствию сопутствующих заболеваний. Телам. Половина пациентов, выздоровевших от коронавируса в аргентинской провинции Санта-Фе, согласились быть донорами плазмы. Власти провинции продолжают призывать тех, кто победил коронавирус, присоединиться к компании. По всей провинции больницы принимают доноров плазмы и, похоже, другие провинции уже готовы взять пример. Наконец, Фигаро. Зеленые, неожиданно занявшие места во многих муниципалитетах, знакомят население со своими программами. Ключевые пункты программ включают развитие секторов будущего, переход на экологически чистые методы, обновление жилья, помощь трейдерам. Программы либералов имеют общие черты, включая расплывчатый бюджет. Леону, Бордо, Страсбургу и даже Марселю предстоят значительные изменения. В Леоне, например, переход на экологически чистую работу станет непременным условием получения государственной помощи. Компании будут выбираться в соответствии с их климатической направленностью. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Глеб. Похоже, у нас сбой в системе происходит. Вот так вот слушаешь эти новости и думаешь, систему эту ты не понимаешь, скорее всего, как она с тобой работает. Пожалуйста, Александр Козлов в студии. Саш, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. А в системе действительно большое количество сбоев. Сейчас мы немножечко поговорим об одном из направлений этого сбоя. Сбоев, сбоев в общей нашей глобальной системе. Я просто хотел начать с того, чтобы поприветствовать всех наших участников и гостей передачи сегодняшней. Очень интересны будут сюжеты. И, как всегда, мы видим теплые приветствия, сердца, пожелания. Самые-самые добрые слова мы все друг другу говорим. То есть нашему эфиру зрители желают добра, любви, счастья. В общем, взаимодействия, солидарности, поддержки. Очень-очень хорошо. Спасибо. И вот эту поддержку мы также вас очень просим как-то нам выразить в конкретном действии всем участникам, всем зрителям. Это мы просим вас подписываться на наш канал, ставить лайк нашей передачи, нажимать на значок там, да, такой с поднятым вверх пальцем, нажимать на колокольчик, чтобы вы получали извещение о следующих наших выпусках на нашем канале, ставить ссылки о нашей передаче, о нашем эфире. Прямо сейчас это можно сделать в социальные сети, для того, чтобы к нам присоединялись еще зрители, ваши друзья и знакомые. В общем, мы вместе с вами строим не только эфир, наши участники передачи, вчерашние зрители, но и зрительскую аудиторию расширяем вместе. Поэтому приглашаем всех к этому взаимодействию, к поддержке. Вот. А что хочется особенно сегодня подчеркнуть из тех новостей, которые Глеб упомянул в частности, это я хотел немножечко остановиться на тех проблемах и противоречиях, которые у нас сейчас существуют на Ближнем и Среднем Востоке. Мы с вами находимся сейчас в центре этого региона. И вот очень интересный бурный регион. И даже вот сейчас упомянул Глеб о том, что происходит на границе между Индией и Китаем. И там Пакистан тоже рядышком участвует. И другие страны Ближнего и Среднего Востока у нас в таком напряженном состоянии находятся. Не только Индия и Китай. И одним из таких дополнительных импульсов в таком перераспределении участия стран, регионов, людей вообще в процессах, которые происходят, это принятое решение. Вот тут Дональд Трамп высказал, что он убежден в бесполезности афганской истории и хочет вывести свои войска из Афганистана. У нас с вами на самом деле не только из Афганистана, а в целом со стран Ближнего и Среднего Востока. Я могу сразу зачитать вам статистику. Такой процесс идет серьезный. С приходом Трампа количество американских солдат на Востоке уменьшилось на 30%. И вот, допустим, в Ираке контингент сокращен на 13%, в Турции на 22%, в Иордании на 96%, 96% практически полностью, в Египте на 45% сократился контингент американский, в Кувейте на 83%, в Катаре на 84%, в Арабских Эмиратах на 82%. Ну и вот сейчас заявлено о том, что будет вывод из Афганистана. Афганистан является горячей точкой, действительно, каким показателем, критерием здоровья вообще. И вот наоборот, может быть, каких-то коллапсов на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке. Мы с вами знаем историю о том, что постоянно в Афганистане идет война. И действительно, на протяжении последнего времени, вот практически после того, как Советский Союз ввел туда войска и как бы установил там свой определенный такой порядок, после развала Советского Союза эти войска были выведены, и американцы как бы восполнили этот пробел и ввели свои войска после обострения отношений, особенно после террористического акта, который был в 2001 году, 11 сентября. И фактически тогда началась настоящая война, такая массированная с водом войск американских в Афганистан, с их борьбой с Талибаном, с тем, что преследовались. Там как бы непродуманно, как они потом заявили, было предоставлено убежище и Усами Бен Ладену, и Аль-Каиде. В общем, фактически там был сконцентрирован центр такой по терроризму, центр сопротивления как бы вот мировому порядку, и вот этот очаг напряженности, он очень такой серьезный остается до сих пор. Вот. И что сейчас происходит? Вообще вот в связи с этой тенденцией о выводе, с выводом американских войск или с сокращением их контингента даже, мы видим, что этот процесс не просто какой-то, знаете, волюнтаристский или какое-то такое, ну, волевое решение какое-то принимается там, а реально это объективный процесс уменьшения влияния, как бы сверхдержав, глобальных держав на процесс на Ближнем и Среднем Востоке, мы, кстати, это чувствуем хорошо и в Израиле тоже, вот, и увеличение роли непосредственно тех стран, которые здесь находятся. И вот с этим процессом мы видим, насколько роль повышается каждой региональной державы, да, той же Индии, того же Пакистана, того же самого Афганистана, тех же Ирана, Турции, да, проходят очень интересные процессы, как бы вот высвобождение энергии, как бы народов и стран и перераспределение сил, возможностей по взаимодействию этих регионов, этого очень спорного, очень сложного региона восточного, и мы наблюдаем очень интересные тенденции. Вот в частности, допустим, значит, то, что было, изменились очень резко отношения Соединенных Штатов и Турции в результате поддержки курдских сил, да, и вот в результате что произошло? Турция практически сама перестала быть надежным таким союзником в НАТО Америки, значит, стала вести очень самостоятельную позицию и в Сирии, и в Ливии, и в самой Турции, тоже такой процесс, который мы видим, он такой, как бы, объективный, да, и вот те какие-то сложившиеся схемы взаимоотношений, они все сейчас претерпевают изменения, и мы видим это все, то, что сейчас и в Ливии практически очень серьезные столкновения идут, и возможно включение и начало большой войны с участием армии Египта, Турции, там, в общем, противоборствующих сил в Ливии и так далее. Вот, то есть, вот идет на Ближнем и Среднем Востоке очень противоречивый процесс, который подчеркивает то, что происходят большие изменения в мире, и вот так или иначе, если раньше, раньше действительно была Великобритания там, фактически колонизатором всего этого региона и регулировала отношения, после этого Советский Союз большое влияние оказывал, потом Соединенные Штаты Америки, то сейчас эти силы практически очень ослабевают, их влияние на самом деле ослабевает на процесс, и требуется реальное участие всех народов в этом процессе урегулирования отношений. Вот, так вот, мне кажется, об этом нам тоже стоит думать, что ответственность за мир, за дальнейшее развитие, за дальнейшие шаги по поддержанию какого-то порядка, нового после кризиса, который сейчас на нас обрушился, конечно, возлагается сейчас на все народы, на все страны, на все силы, которые присутствуют в регионе, в любом случае остается, конечно, влияние Соединенных Штатов очень большое, и Россия влияет, и Китай, но вот каждый народ, он должен также участвовать активно, не просто ждать, когда кто-то им будет править, а включаться активно в политику, и отношения очень усложняются, очень усложняются, но с другой стороны появляется перспектива установления какого-то, все-таки, порядка, основанного на интересах реальных людей, которые здесь живут в этом регионе, и, значит, чтобы они были поддержаны. Так вот, нам бы очень хотелось, чтобы эти отношения складывались, конечно, на принципах добра, взаимопонимания, поддержки, любви, о чем мы говорим, да, вот этого понимания, что все мы связаны в одном, в одном таком, значит, в одной семье, в одной, как бы, лодке мы находимся. Но, к сожалению, пока еще эти отношения не строятся на этих принципах, строятся на противоречивых очень интересах. И, к сожалению, перспективы, перспективы тревожные. Вот, в частности, одна из перспектив, на которой мы как-нибудь еще подробнее остановимся, это то, что вытесняемые силы боевиков, вот, из Сирии, да, они сейчас, с одной стороны, позиционируются в Ливии, а с другой стороны, концентрируются в том же Афганистане, там, до 15 тысяч сейчас будут боевиков, которые, которые, как бы, были подконтрольны Исламскому государству. И, по прогнозам многих аналитиков, им сейчас предстоит следующая большая кампания по перемещению в Республике Средней Азии. То есть, они представляют большую, огромную угрозу сейчас для Туркмении, для Узбекистана, прежде всего, для Казахстана и так далее. Для, ну, там, Таджикистана и Киргизии немножко меньше, поскольку там стоит военный контингент российский и все-таки обороняет границы. А все остальные границы очень-очень незащищены, особенно в Туркмении и Узбекистане. Поэтому, вот, мы с вами наблюдаем за этими процессами и, как бы, переживаем вместе с людьми, которые там находятся, то, что они ощущают. Сочувствуем, как бы, включаемся в эту работу, чувствуем, что мы, действительно, все причастны к этому процессу и к этому региону, который не является на сегодня стабильным и является самым опасным с точки зрения возникновения какой-то военной конфликтной ситуации. В общем, переживаем вместе, как члены одной семьи. Вот, поэтому мы продолжаем нашу работу, наши эфиры, наше сопереживание, сочувствие, желание добра, внести это добро в мир. И мы пожелаем нам следующих хороших выпусков. На этом передаю микрофон. Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо большое всем участникам нашей передачи. Все мы так или иначе говорили о том, что существует закон природы, внутри которого мы находимся, и мы потихонечку-потихонечку подходим к пониманию, что этот закон – это добро, тепло, свойства отдачи, любви и единства. А сейчас, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Передачу подготовили выпускающий редактор Ксения Архипочкина, продюсер МакТи Вихова Львовский. Огромное спасибо этим нашим товарищам. Они делают большую работу. Еще большая команда добровольцев и неравнодушных людей занимается выпуском нашего МакТи Ви. Вот то, что вы видите. Ну и мы выйдем послезавтра, в четверг, в час дня. А сейчас прощаемся с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!